Новости на государственном телеканале Западной Армении. Главные темы дня. Шестой летний университет Западной Армении, посвященный защите армянского наследия. Мероприятие способствовало единству армянских общин и повышению их международной длительности. Председатель Национального собрания Республики Западной Армении Нелли Арутюнян. Историк Ашот Арутюнян о важности реализации Северского пакта. Восточная Армения передала Турции свой вариант восстановления моста Ани. Арцах должен жить в наших сердцах, чтобы однажды мы снова жили в Арцахе. Воспитанник спорткомплекса Ахалкалаки Арчуш Гомтиан вышел в финал международного турнира по боксу. Посол Нидерланда в Восточной Армении посетил мемориальный комплекс Титернакаберт. Национальный совет Западной Армении организовал шестой летний университет, посвященный сохранению и развитию армянского наследия. Мероприятие прошло 8 сентября 2024 года в армянской церкви Нотердам-де-Нарек в Леоне. Основная тема летнего университета – защита армянских интересов в организации объединенных наций. Цель мероприятия – обсуждение международной защиты армянских вопросов и укрепление голоса армянских общин на международной арене. Мероприятие началось в торжественной церемонии открытия, где выступили председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, президент Республики Западной Армении Лития Маркусян. К ним присоединился посол Республики Западной Армении в Аргентине Гелермо Караманян. Докладчики кратко осветили вызовы и достижения в защите прав армянского народа. Основное внимание было уделено Северскому пакту. Северский пакт подписан 10 августа 1920 года – международный документ, который признает независимость государства Западной Армении и определяет его территорию. Пакт имел бы важное значение для признания прав армянского народа, если бы положения, касающиеся Армении, были реализованы. В ходе мероприятия также была затронута тема Восточного региона, основанного в годы Первой мировой войны, состоявшей из армянских добровольцев, которые боролись против Османской империи. Мужество и неутомимая служба армянских лидеров способствовали повышению международного внимания к армянскому вопросу и усилиям, направленным на создание будущего армянского государства. К мероприятию на платформе Zoom присоединились члены Ереванского представительства Западной Армении и представители Арцаха. Прошли различные обсуждения и сессии вопросов и ответов, в ходе которых участники могли углубиться в обсуждаемые темы и обменяться мнениями. Мероприятие способствовало повышению международной видимости армянских вопросов и объединило армянские общины. 8 сентября 2024 года в церкви Нотр-Дам-де-Нарек-Леона состоялся шестой летний университет Национального совета Западной Армении, посвященный сохранению армянского наследия. В мероприятии приняли участие представители армянских общин из разных стран. Также докладчики, которые обсудили вызовы защиты прав армянского народа на международных площадках. Председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутинян высказала свое мнение о мероприятии после его завершения, отметив, мероприятие продемонстрировало готовность и единство армянских общин к проведению обсуждения по важным вопросам и выражения единого голоса. Добавив, защита армянских интересов на международной арене продолжает оставаться приоритетной задачей. Подобные мероприятия в значительной степени способствуют эффективности этого процесса. Нелли Арутинян выразила особую благодарность организаторам мероприятия, подчеркнув, их самоотверженные работы и усилия во многом способствовали успеху мероприятия. Мероприятие повысило международную видимость армянских вопросов и объединило армянские общины, создав прочную основу для будущего сотрудничества, заключила Арутинян. Председатель Земляческого союза Шуши историк Ашот Арутинян выразил мнение о важности и необходимости реализации Северского пакта следующим образом. Этот документ имеет решающее значение для истории и защиты права армянского народа. Северский пакт, подписанный 10 августа 1920 года, является международным правовым документом, который признает независимость Западной Армении и определяет ее территорию. Несмотря на то, что так и не был реализован и остался неприменен, он и сегодня является важным документом, который служит основой для защиты и восстановления прав армянского народа. Ашот Арутинян отметил, что Северский пакт не гарантирует права армянского народа на территории Западной Армении и непосредственно связан с нынешними вызовами, стоящими перед Восточной Арменией и Арцахом. Мы находимся в ситуации, когда азербайджанские войска оккупировали значительную часть нашей исторической родины. Армянский народ сталкивается с новыми вызовами. Сегодня, как никогда, мы должны стать военно-политическим и экономическим правовым фактором для осуществления освобождения Арцаха, Шуши и остальных армянских территорий. Это не только долг перед нашими предками, но и необходимость для нашего существования как армянского народа. Мы должны быть сплоченными, сильными и решительными для защиты наших прав. В условиях, когда враги армянского народа объединились, чтобы уничтожить нас, жизненным важным стало объединение армянского народа для объединения разделенных земель Родины. Пришло время перейти от разговоров к конкретным действиям. Восточная Армения передала Турции свой вариант восстановления моста Анни. Об этом в ответ на запрос «Спутник Армения» сообщили Министерство иностранных дел Восточной Армении. Важно подчеркнуть, Анни является частью исторической территории Западной Армении, и любая инициатива по восстановлению на этой территории должна быть согласована с правительством Западной Армении. Помимо этого, мы ожидаем реакции ЮНЕСКО по этому вопросу, поскольку такие проекты требуют международного контроля и участия для надлежащего сохранения армянского культурного наследия. 7 сентября в Ереване прошло мероприятие под названием «Мы – это наш Арцах». Организатор парк ЕРАЗ где и прошло мероприятие. Под девизом «Арцах должен жить в наших сердцах, чтобы однажды мы снова смогли жить в Арцахе», организаторы собрали воедино арцахскую атмосферу, песни и диалект, выразив уверенность. «Наше бесценное наследие и история будут жить до тех пор, пока существуют их носители». В Грузии проходит международный турнир по боксу имени Георгия Канделаки. В турнире участвуют воспитанники Ахакалакского спортивного комплекса. В результате сегодняшнего боя Артюш Гумтян вышел в финал. Аршак Елизбарян и Артюш Гумтян провели поединки за выход в финал. Аршак проиграл сопернику из Казахстана, Артюш одержал победу над спортсменом из Кутаисии и вышел в финал. Ранее в финал турнира вышел также Гор Айвазян, два поединка завершив победой. Новоназначенный посол Нидерландов в моряке Харриет Монро Винтер посетила мемориал киноцида, где ее встретили директор музея Эдита Гезуян и заместитель директора Люсине Абрамян, представив послу создание мемориала «Историю геноцида. Памятники воинов, погибших в Артюшской войне». Посол возложил венок к мемориалу и минутой молчания почтила память невинных жертв. Гости ознакомились с постоянными и временными экспозициями, оставив запись книги почетных гостей. Моряке Харриет вручили книги о совершенном против армян геноциде. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!